На уходящей неделе Центр Избирком не разрешил телекомпанию Next TV проводить дебаты с кандидатами в депутаты. Институт Медиаполисе назвал это цензурой. Центр Избирком аккредитовал на выборы наблюдателей из Азербайджана, Казахстана, России, Румынии, межпарламентских ассамблей СНГ и ОДКБ, а также Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Участились случаи добровольного выхода кандидатов в депутаты из избирательных списков многих партий. ПРООН передал Центр Избиркому биометрическое оборудование для идентификации избирателей. ЦИК отправил в регионы отпечатанные избирательные бюллетени. На площади АЛАТО прошла акция с призывом голосовать на предстоящих выборах против всех. Количество зараженных коронавирусом в стране достигло 46 тысяч. Число погибших прежнее – чуть более тысячи. Замминистр экономики Автандил Аллыбаев сообщил, что в связи с пандемией по итогам 2020 года падение экономики страны состоит 5,5%. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации мэрия Бишкека отменила велопробег ко Всемирному дню сердца, намеченный на сегодня. Мэрия Бишкека оштрафовала гипермаркеты «Глобус» и «Фронзе» за нарушение санитарных правил. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад за гранью зова долга правоработников здравоохранения в Кыргызстане, в котором заявила, что кыргызские медики испытывают проблемы с получением компенсации за заражение коронавируса. Тех, кто поднимал проблемы, увольняют из органов здравоохранения, а правительственные цифры о смерти медиков, умерших от ковида, занижены по сравнению с данными волонтеров и независимых СМИ. Европейский Союз во время 10-го раунда ежегодного диалога по правам человека с Кыргызстаном, который прошел в онлайн-режиме, выразил обеспокоенность в связи с ограничениями свободы мирных собраний и информации. В Бишкеке прошло заседание Кыргызско-российской межправкомиссии с участием вице-премьера России Аверчука. Правительство опровергло появившуюся информацию, что госпредприятие Кыргызстамирджолу продано российской стороне. В связи с падением курса СОМА, НАЦПАК 25 сентября провел валютную интервенцию в почти 20 миллионов долларов. Административный суд Бишкека признал незаконной приватизацией в 1995 году здания и территории бишкекского планетария. Верховный суд утвердил решение предыдущих инстанций о взыскании с газеты «Азия Ньюс» 300 тысяч СОМА в поиску министра внутренних дел Кашкара Тюнушалиева. Координационный совет по реализации государственной жилищной политики утвердил обновленную программу правительства «Доступное жилье». Административный суд Бишкека начал рассмотрение иска Эрика Ирис Кулбекова по отмене проекта детальной планировки центральной части города. ГКНБ задержал старшего оперуполномоченного управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который пытался сбыть наркотики. Финпол задержал начальника отдела управления налоговой службы по Оленинскому району Бишкека, который способствовал незаконной выдаче патентов. Правительство одобрило национальную рамку квалификации для госорганов, предприятий и образовательных организаций. Министерство образования сообщило, что в вузы, лицеи и колледжи на новый учебный год зачислено 98 тысяч новых студентов и учащихся. В Москве состоялась премьера спектакля «Плаха», поставленного режиссером Списевцевым, а играли в нем актеры Московского молодежного театра «Яблоко» и театра кыргызских мигрантов «Аян». Американское агентство «ЮСАИД» передало 285 тысяч экземпляров детских книг, 45 наименований, разработанных вместе с местными авторами для более чем тысячи школ и библиотек Кыргызстана. Завтра президент Джейнбека вылетает в Москву, где встретится с президентом Путиным, а затем посетит с официальным визитом Венгрию. Продолжение следует...